Я имею прекрасную программу сегодня. Я не один буду. Чудесное время встречи. Доброе время. А с нами оно еще будет добрее для вас. Друзья, прежде чем я предоставлю специального гостя у нас в эфире, я сделаю анонсировку. Что-то очень важно. Новая программа «Герои веры», которая буквально вчера была записана у нас в студии, она пройдет в эту ближайшую субботу. То есть в субботу, это через два дня, в 8 часов вечера. Не пропустите. Я настоятельно рекомендую посмотреть эту программу. Это благословенный служитель будет гостем программы с ведущим Александром Чернецким. Это Петр Назарчук. Поэтому, друзья, отметьте в ваших календарях ближайшая суббота, то есть послезавтра в 8 часов вечера Тихоокеанского времени и в воскресенье в 2 часа дня. Отметьте, please, вы будете просто благословенны. Это будет особое время встречи с этим благословенным служителем. Это что относительно программы Героев Веры. Итак, друзья, я рад предоставить специального гостя, друга, сослужителя, соработника, епископа церквей, Международный центр пробуждения, Петра Владимировича Сердниченко. Приветствую вас. Я приветствую вас. Кроме этого, вы являетесь президентом фонда Самарянина. Да, добрый Самарянин в Одессе. Добрый Самарянин в Одессе. Welcome back, как у нас говорят. Спасибо, с удовольствием. После некоторого отсутствия мы снова с вами в эфире. Знаю, что радужно вас встретила Америка. Да. На как короткое время вы здесь или сколько Богу будет угодно. Итак, ну, так сказать, с первых уст, чем дышит Украина? Вы знаете, ну, неоднозначно, можно сказать. Трудно физически, материально, но все-таки ветер свободы веет на Украине. Украина за эти два года, она другая совершенно. Украина изменилась. Изменился люди, руководство изменилось. Не только в фамилии, я бы так сказал, отношение к руководству, отношение к государству, к людям меняется и поразительно быстро. Ну, степень доверия есть к руководству новому или это все относительно? Ну, это переходное, это относительно. Допустим, вот, как я. Я доверяю президенту, Порошенко это, или Игнатенко это, или кто бы то ни был другой. Я доверяю президенту, и у меня, в принципе, нет повода не доверять. Есть желание помочь президенту, потому что это непростая работа государства, которое неправильно формировалось. Воры, бандиты, коррупционеры, политиканы, вся эта нечистая сила, я бы так сказал, прокоммунистическая, пришла к власти под другими лозунгами. Но, внутрь то же самое, воровать, воровать, еще раз воровать, врать, вот, нарушать всякие законы человеческие, божие, нравственные, ну, любое. И после, вот, коммунистического времени, посткоммунистического времени, возглавить таким государством, прийти к власти, вот, допустим, кто бы то ни был, это непросто. Это поменять милицию, поменять прокуратуру, поменять судей. Армия, ну, вы знаете, небоеспособное было, разворованное, преданное. Мало того, министром обороны вооруженных сил Украины был гражданин России. Абсолютно. А СБУ? Возглавлял гражданин России. Абсолютно. Это же вообще наглое такое разворование, уничтожение государства. И, так сказать, это, наверное, не новостью будет, что убежали в Россию, в Москве проживают. Ну, конечно. Где деньги получали, откуда приказы получали, туда убежали. Это нормально. Петр Владимирович, так безбожно разграбить страну, так безбожно разграбить, вместе с тем обогатиться сотнями миллионов в свое удовольствие. Это, ну, это, это просто безобразие такое, что опустите проживающих пенсионеров, как мы говорим, ниже прожиточного минимума. 50 долларов, например, это, наверное, пенсия сейчас, да? 50-70, да. А сами шиковали в замках и в дворцах. Все разворовано. И, причем, ну, сейчас, потеряв власть, они снова хотят вернуться и сказать, что, ну, мы против малых пенсий, мы против, там, больших каких-то цен на газ. Ну, это просто издевательство. Вы думаете, есть шанс? Ну, они, во всяком случае, пытаются, есть деньги, благо, для них, они наворовали их много. Сегодня, сейчас, не поскупиться кому-то, что заплатить, какую-то рекламу повесить и так далее. На это у них деньги есть, совесть не обременяет. Поэтому, все методы хороши для достижения цели. А наш народ, знаете как, наш народ и и разочарован, обманут, разворован. Ну, коллег, война, вот это все. Мы об этом будем говорить. Несчастье. До того, как мы перейдем непосредственно к вашему служению в Одессе, и вы, я знаю, делаете грандиозную работу, не только в Одессе, но в рамках всей Украины. Вот, ваш восточный сосед, он чуть приумерил свои аппетиты после санкций и прочего, после давления общественности международной, или вы видите? Я думаю, аппетиты не уменьшились, я думаю, методы поменялись, или меняются даже, так я бы сказал. А отношения? Отношения не поменялось. Чем хуже у нас, тем лучше им, ну, я не говорю каким-то людям, нации, я говорю определенную кругу людей или руководству, которые хотят создать хаос на Украине, хотят, чтобы люди убивали друг друга, продолжали, взрывали, полили, митинговали, не работали и так далее. Методы меняются, но цели остаются те же. То есть там, вот есть такое популярное слово сейчас в медиапространстве, геополитика. Там практически никакой геополитики нету. Там, наверное, есть просто желание откусить кусок, держать все под своей пятой, внедрять свои прокоммунистические интересы, ну, и наживаться на простом украинце. Да, я, знаете, я лично не политик, я никогда не был в никакой партии, не буду, но я священнослужитель и благотворитель, что касается фонда Добрый Самарянин. Но я могу сказать, что как человек, который изучает Библию, я могу сказать, что это последнее время. Дьявол будет лестью привлекать. И вот, что касается геополитики, что касается медиапространства, это полностью соответствует тому, что Библия говорит о последнем времени, что дьявол придет, он будет лестью, и он многих лестью завоюет. Даже, к сожалению, и многих христиан, которые, номинальные христиане, которые не бодрствуют и не пользуются водительством Духа Святого, они обязательно попадут в заблуждение, обязательно будут обмануты, обольщены. Имеем ли мы право, как служители, все-таки касаться вопроса политики, между усобиц, между странами, можем ли мы быть, другим словом, патриотами своей Родины? Почему такой вопрос поставлен? Потому что есть некоторые служители, которые рьяно ратуют за то, чтобы служитель не имел своей точки зрения относительно происходящего в его же стране, чтобы он только открывал слово, читал притчу о блудном сыне и закрывал? Как вы думаете, имеем ли мы право все-таки выражать свою точку зрения, говорить о том, что мы любим свою Родину, а также в какой-то мере быть несогласным с тем, что делают против нашей Родины? Я вам скажу, мы обязаны. Мы обязаны, потому что из уст священника ждут и откровения свыше, и законы ждут, и ответа на некоторые вопросы. Вот я столкнулся, будучи в Одессе, все эти происшествия, которые происходили и в Одессе, и там на Куликовом поле, в Доме профсоюзов, война, эти баррикады, все это, Майдан, все это я непосредственно жил в Одессе, на Украине, и люди приходили в церковь, представляете, месяцами, годами, люди не спят нормально, они смотрели до двух стуночек, до трех стуночек, как война, как Майдан, как Крым, как что, люди просто устали, и когда они приходят в церковь, они желают получить ответ. Я не говорю, что мы политиканы, абсолютно, я не заангажирован, и не задействован в никакие там течения, но, как священнослужитель, я обязан молиться за свою страну, за свой народ, за президента, за свою армию, которая защищает нас, а как мы думаем евангелизировать эту страну, если мы ее не любим, мы можем только тогда быть услышанными, когда мы любим этот народ, что значит любить, я делюсь, мы принимаем беженцев, или переселенцев, как там говорят, мы отдаем свои деньги, свое время, свою любовь, мы армию, возим продукты, волонтеры, я волонтер, мы возили продукты на фронт, мы кормили переселенцев, мы посещали госпиталь, там покалечены наши ребята, и как им сказать, что Иисус любит вас, когда церковь не реагирует, ему оторвало ноги, он защищал, чтобы здесь свободно мы служили Богу, чтобы нас не забирали молитвенные дома, чтобы мы могли свободно высказать свое мнение, а Украина это свободное государство сейчас, абсолютная свобода. Ну, по ходу, Петр Владимирович, не забирали дома. Информация, насколько она правдивая, а я не сомневаюсь, что она правдивая, я провоцирую на ответ, что действительно вот эти бандитские формирования, так называемые, вот на Донбассе, которые вот эту кухню и мутят, и крутят, будучи помогаемы восточным соседом вашим, что они забирают молитвенные дома наших евангельских христиан, баптистов, 50-х харизмат, убивают наших пастырей и открыто заявили, я читал это, вначале не поверил, потом, думаю, мне прислали линк, а ну-ка прочитай, он открытым текстом заявляет, что на этой земле, на земле Донбасса нашей, будет только вера православная, а все остальные будут уничтожены. Секты, вредные секты, получают Евангелие из Америки, вся та же брехня, которая была при Советском Союзе. Абсолютно, 100%, я просто поражен, настолько идентичны, настолько они правоприемники лжи, и геббельсовской, и коммунистической, я их ни в коем случае не отделяю, это все бесовская ложь, наглая, чем невероятнее ложь, чем она кажется людям более правдоподобнее. Мы столкнулись с этой наглой ложью, с этой интервенцией, не только вооруженной интервенцией, но идеологическая интервенция, пропагандистская интервенция, когда там детей привязывают, детей едят, там убивают русских, я вот смотрю по телевизору, там одна женщина артистка оказалась в Севастополе, пожалуйста, в Москве, она та же около посольства там выступала, пожалуйста, придите, помогите, в Одессе русскоговорящие прячутся по подвалам, их находят, бендеровца убивают, но я русскоговорящий, кстати, когда я был за несколько дней до событий 2 мая, когда там получилась трагедия, попалили людей, погибли люди, один человек говорит, пойдем, Петр, они же проезжали мимо, пойдем посмотрим, что там делается, да я не любитель этих всех дел, вот, ну, я прошу, ну, ладно, мы оставили машину, пошли к Дому профсоюза, стоят палатки, там флаги красные, Ленин, Сталин, российские флаги, что хочешь там, вооруженные люди, ну, дубинами, правда, других я не видел, оружие, ну, потом оказалось там и все было, щиты, амуниция, каски, стоит молодой человек, лет 19, молодой совершенно, 18-19 лет, с такой дубиной, говорю, сынок, что ты здесь делаешь? А я, говорит, вас от бендеровцев защищаю, я говорю, каких бендеровцев, сынок, ты в Одессе, ты живой в бендеровце, что оно такое? Я вот, жизнь прожил уже, пенсионер, не видел живого бендеровца, что оно такое? От чего ты меня защищаешь, сынок? От бендеровцев, чтобы они вас не убивали, говорю, сынок, знаешь что, брось эту палку, иди к маме, а то беды не отберешься. Я не знал, что я пророчество. Ну, так разговарив, выходит там, из палатки такой, уже за 50 лет, человек уже, такой волчонок возрастной, вы что здесь агитируете? Я говорю, минуту, это вы агитируете? А я одессит, я хожу по Одессе, я разговариваю с молодым человеком. Это моя земля, мой город. Вы мне будете указывать, что я должен говорить. Зачем вы этих молодых людей сюда привели? На беду какую-то? Вы деньги зарабатываете, понятно. Какое Одесса? Одесса не нуждается в вашей помощи. Уходите отсюда, иначе беда будет вам. Вы тут не агитируйте, я говорю, знаете, что вы мне не указываете, я достаточно самостоятельный человек, чтобы знать, что говорить, кому и где. Не надо мне тут рот закрывать. Он приехал откуда-то, отрабатывал деньги, он не запрещает разговаривать с молодым человеком тут. Ну и, как оказалось, эти палатки были сожжены через несколько дней, эти молодые люди бежали в здание, там случился пожар и так далее, погибли люди. И кто-то будет отвечать, кому-то это выгодно было. Одесса была абсолютно не воинственно настроена, и это показали одесситы, которые болельщики, фанаты, и их родители, и их друзья, которые противостали, выгнали всю эту шушеру с Одессы. То есть, другим словом, Блицмарш, или как его назвать, он не получился отхватить восемь первых областей восточных. Ну да. Он провалился открыто. Ну, вы представляете себе, там и Приднестровье у нас совсем рядом. Это как раз бы соединилось с Приднестровьем и аж до российской границы. Нашумевший ваш новый губернатор Саакашвили, Михаил. Да. Как его одесситы восприняли? Ну, вы знаете, положительно. Положительно. Да. Однозначно положительно. Во-первых, одесситам нравится прямая речь. Открытая речь. Да, да. Одесситам нравится, когда их, ну, не дурят их, не разводят. Говорят, вещи называют своими именами. А он называет вещи своими именами. Кому-то больно, кому-то не нравится, кто-то боится. Наперстники не любят, конечно. Ну, так мало что. Знаешь, покаяться надо. Он ясно говорит и прокурорам. Они говорят, мы за законность. Говорят, вы за законность? Я вас уверяю, ваше место в тюрьме. Открытым текстом. У меня была встреча, допустим, это было еще Палица, губернатор. Это зимой было. Может быть, ранней весной. Приехал Зубко, первый заместитель Яценюка. И 300 человек почему-то с области, руководящий состав. Что-то меня пригласили, я не знаю. Ну, может быть, в штабе МЧС, ну, не знаю, к чему. Говорят, у кого есть слово? Я говорю, у меня есть слово. Пошел, там, микрофон по центру. Говорю, фамилия меняется, но воровская вот эта вот составная не меняется. Вся та же коррупция, все тоже варьё, все те же прокуроры, все та же таможня, все та же вот милиция тогда еще была. Для того, чтобы вот я контейнер, христиане Америки прислали мне контейнер с теплыми вещами. В декабре я растаможил в мае. Я-я-я-я. Теплые вещи. Пять месяцев спустя, полгода спустя. А люди мерзли в окопах. Да. Волонтеры одевали, кормили. Говорю, ну, как это? Нужно 10 справок, по 500 долларов за справку. Если хочешь завтра получить контейнер, тысячу долларов, контейнер забирай, не проверяй. Я говорю, это что-то такое? Ну, я говорю, я, вот мы создали такой лагерь для беженцев. Мы не берем деньги с государства, даже не просим. Мы собственными руками работаем. Мы коров завели, курей, свиней, коз, овец, пчел и так далее. Это под эгидой фонда Доброй Самареида. Мы кормим переселенцев, они сами работают. Они не попрошайки, они прекрасные люди. Вот. Я говорю, так вот, я за то, чтобы люди работали, не надо их кормить. Они еще налоги будут платить государству. но позвольте всему миру доброй воли послать помощь бойцам, послать помощь переселенцам, чтобы я, я не собираюсь платить какие-то там взятки. Ну, поаплодируйте ему, все аплодируют. Дайте им 500 долларов, ну, типа, мы проверим и посадим. Я говорю, поздно, они в этом зале сидят. Я спалился, они уже от меня не возьмут. Ну, закончилось совещание, подошли руководители таможня какой-то там, санстанция, там, экологическая служба. Петр Юрьевич, давайте так, вы говорите фамилию, мы до вечера увольняем. Я говорю, я вам скажу так, у вас совести нет совершенно. Вас нужно садить в тюрьму, а потом искать причину. Просто вы совести не имеете. Это вы все создали, коррупционные структуры. Вы просто не понимаете, в порту такая схема. Я говорю, я не понимаю. Я закончил мореходку. Я 20 лет работал в структуре порта. Я ее лучше вас знаю. Что там раньше не было вот этих брокеров, там были теки, там были другие службы, государственные службы. А сейчас брокер, он даже не знает, как документы оформить. Он знает, как деньги взять и сколько, и кому разнести, и вам поставить печать. Вот это все. Вы меня учите. Я говорю, запомните, это я только сказал в общем. В следующий раз, а меня уже приглашали к президенту, в следующий раз я назову фамилию и сколько кого где брал. У вас зазвенит в обеих ушах. Я вам это обещаю. Я уже в возрасте, я пожил. Почему бы сейчас не послужить своему народу Украины? Это открыть какие-то коррупционные схемы, воровские. Я вам это обещаю, можете записать себе. Еще раз. И вам будет очень неважно. Чем окончилось? Окончилось, наши контейнеры пропускают, не сняв пломбы. Слава Богу. Да. Ну, потому что, я говорю, вы, я бесплатно получаю вещи, продукты, я отвожу бойцам, собственно, ручному, сказать, берем бензин, платим, везем прямо, там у нас есть батальон Шторм, наши два капеллана там служат. Мы сильно помогаем, капеллан, это на нашем финансовом обеспечении. Продуктами, какие-то вещами, какие-то стиральные машины не просят, дружбы там резать им, утеплить землянки, оббить клеенкой. Это все мы возим. И мы все всем, просто содействуйте нам. Не надо мне ничего. Мы все сами сделаем. Ну, не мешайте хотя бы. Я сталкиваюсь с каким-то подниманием, ну, уже меняют и прокурору, таможню поменяли уже сегодня, милицию. Скажите, когда ваши капелланы работают на передовой, с чем сталкиваются они более всего? Что волнует солдатское сердце? Давайте так. Капеллан – это человек, который не имеет права брать оружие. Да. Он имеет право читать Библию и оказывает медицинскую помощь. Молиться и прочее. Да. Вот утром наш капеллан совершает молитву. Батальон строится, или там, кто там в его подчинении, строится, все обслуживающие персонал, они читают Библию, молятся, идут завтракать. Вот. Капеллан помогает, он как раз водителя не был, он же и на автобус садился, возил бойцов, куда надо. Он участвует в жизни бойцов. Он беседует с ними, он помогает, он молится с ними. И я вам скажу, удивительно вообще-то ситуация на Украине. Когда Евангелие есть у всех бойцов, когда люди слышат Библию, им все равно, это православный капеллан, То есть, в бок работают ваши капелланы и православные. Абсолютно. И как православные... Ну, кроме московского патриархата. Ну, да. Ну, да. Я думаю, что прилагать толкование зрителям разницу между киевским патриархатом и московским мы долго, так сказать, углубляться не будем. Но, тем не менее, это правильная отметка, что киевский патриархат... Скажите, как реагирует киевский патриархат, что ваши капелланы бок о бок работают с ними на передоволе? Вы знаете, у нас не было никакого даже... Не было. Относительного недоразумения. Не было. А нормально встречаем, мы нормально разговариваем. Мы не трогаем какие-то конфессиональные особенности. Мы не касаемся их. Мы говорим то, что нас объединяет. Мы говорим за Украину, что нужно молиться за Украину, помогать. Бойцы мало не получают или совсем не получают. Условия плохие. Семьи остались без кормильца. Жена должна содержать детей, работать, чтобы помочь бы им. Вот ранят бойца, попадают в депрессию. Это обычное явление. Нужны реабилитационные центры. Вот сейчас мы пошли по пути создания репцентра для бойцов АТО. После ранения, после психологических каких-то срывов. Человек должен отдохнуть, человек должен поправить свое здоровье, убить полноценным гражданином, отцом, мужем и так далее. Потому что все равно боевые действия, я хочу думать, что активные закончились уже, но продолжаются последствия травмы, психологические травмы. Я уже не говорю, что диверсии, провокации, поджоги, подрывы. В Одессе взрывает постоянно что-то. У меня окно выбило в моей квартире, да, взорвалась мина, какая-то... Это на вас было покушение или неизвестно? не на меня точно, потому что там это ночью было, взорвался человек, кисть оторвала, там села, целые ужастики. Он шел, или он нашел эту мину, какой-то пакет, или он шел взрывать, непонятно, но, во всяком случае, мина взорвалась, у него в руках, его разорвало, и там все балконы, все окна повылетали довольно сильно. То есть волнения продолжаются? Конечно, дестабилизация, провокации, слухи, листовки, но Одесса, ну, молодцы, одесситы все-таки сдают экзамен. Одесса сказала, Вова, там плакат такой большой, не делай маме нервы. Ну, это, у вас, ваш восточный сосед, там работает мощный аппарат, там такая машина работает. Тяжелая артиллерия. Вы знаете, ему надо сказать спасибо восточному соседу, потому что у нас не было украинской нации как таковой, были жители Украины, но сегодня и русскоговорящие, и украиноговорящие, и болгароговорящие, и молдавские, и гагаузские, кто бы они ни были, сегодня это украинская нация, которая желает, чтобы на Украине был мир. И она не вчера возникла, так как стараются преподать идеологи восточного соседа, что вчера она возникла, так и Жириновский в этом упражняется, его эту мысль подхватывает все остальные. Но они нам помогают в этом плане. Объединить нацию. Объединить нацию. Это хорошо. И довольно-таки сильно помогли, потому что им делать на Украине больше нечего. Не будет Путин, приди, никто уже не скажет этого, разве что какой-то сумасшедший или диверсант какой-то, который будет нейтрализован. Я вам скажу, церковь, церковь преобразилась за это тоже время. Мы стояли в молитве, когда армия фактически не существовала. Мы стояли во имя Иисуса. Дьявол, ты не имеешь права заходить на нашу землю. Это наша земля. Мы имеем право в духовном мире заступиться за нашу землю, за нашего президента, за нашу армию. За нашу территорию. За нашу территорию. Это священный долг каждого из нас. Я даже скажу крамольную мысль такую, может покажется кому-то, то если нужно было идти на фронт, я говорю, я вообще-то старший лейтенант военно-морского флота СССР еще. Тут что-то молодые. Пойду я в окопы. И вы утрировали, конечно. Я утрировал. Ну, но в принципе я сам себя удивляюсь, насколько любовь к отечеству подвигала нас делать какие-то вещи, которые я не обязан, в принципе, никто бы меня не осудил и себя не делал. Но я это делал с большой радостью и с усердием, я бы так сказал. Вот я удивляюсь, что-то во мне такое гражданское проснулось христианское. Апостол Павел говорит, я готов жизнь положить за сродников моих, за братьев моих, готов душу свою положить. Я это испытал на себе. Ты готов все отдать, но пусть это будет свободная земля, пусть не топчет тот оккупант пьяный, какой-то там негодный, озверевший, бессовестный, им не место. Знаете, это вопрос, я вам скажу так, тут христиане тоже каждый по-своему говорит, кто живет там, кто там, все-таки библейский закон. Проклят, кто переступает межу ближнего своего. Проклят. Или желает жены ближнего своего. Или желает жены, это не пожелай. Да. Не пожелай, не надо, живи на своей территории и довольствуйся тем, что имеешь. Вы знаете, что я вспоминаю, когда мы прибыли в эту богом благословенную страну Америки, что более всего, это уже прошло 26 лет, будто бы вчера, кстати, что лично восхитило меня и так по-доброму вдохновило поступать так же, когда я увидел со стороны коренных американцев, ну, англоязычных, которые приняли нас, я увидел их любовь к своей стране. Она была неподдельна. Когда они пели God bless America, когда они при гимне, при звуках гимне прикладывают руку, то есть это не штучно, это не то, когда коммунисты, помните, там тоже руку куда-то прикладывали, гитлеровцы выбрасывали руку, то есть, но когда американцы прикладывали руку и когда слезы в них шли из глаз, когда гимн Америки пел. То есть, это настолько трогательно, очень трогательно, насколько любовь к своей нации, сейчас это, мы видим, парадигма, она, так сказать, к сожалению, к стыду, размываются берега некоторыми политиками, сопутствующими, здесь мы говорим за Америку, но тем не менее, в самой корне, в самом зачатке, это любовь, она естественна к своей стране, и тогда, когда вы говорите, что у вас есть любовь к Украине, любовь к нации, к отечеству, любовь, то есть, это естественно, это даже наши потребности, наши физиологические потребности быть привязанным к своей родине. Это естественно. Это естественно. Богом заложено. Богом заложено. И я скажу, да, я смотрел в Америке и чернокожие, и желтокожие, и белокожие, они плачут. Я приехал в 2002 году в Америку, и там каждая машина почти флаг Америки, we remember, мы помним вот эту катастрофу в Нью-Йорке. Да, в Нью-Йорке. И я удивился, но мне это понравилось. И вот сегодня я на Украине наблюдаю те, которые вот, можно сказать, пятая колонна. Она существует, скорее всего, и есть. Вот, большая, малая, и не об этом речь. Но они становятся, я вам скажу, ну, каким-то изгоем. Это ненормально. Это ненормальные люди. Им говорят вот в Одессе чемодан, вокзал, Москва. Это коммунистам включай, да? Они есть. Первую очередь. Они есть. Да, пережитки прошлого, я бы так сказал. Чемодан, вокзал, Москва. Да, так и говорят. И мне пришлось так употребить, потому что я принимал переселенцев. И первую ночь в нашем пансионате флаг порвали украинский. Я собрал людей, говорю, знаете, дорогие, я вас бесплатно принимаю, кормлю вас, одеваю, лечим, операции там делаем, отвозим вас в больницу. Дети в школу пошли. Ну, все, все делаем. Вот здесь пять гектаров мы разобьем на участки, дадим вам, кто не хочет возвращаться туда или не сможет, построится. Но флаг моего государства, за который я молюсь каждый день, за президента, за страну, за мэра Одессы, за губернатора, кто бы ни ни были, это мои. Кто-то говорит, кто-то такие, не такие, это не ваше дело. Мы сами разберемся. Но это мой мэр, это мой президент, я хочу, чтобы он был лучше, и я все сделаю, чтобы он был хороший. Вот. А но флаг рвать, я не позволю. Это уже чересчур, это перебор. Все, я поставил три флага у входа, по центру и с той стороны. Больше таких моментов не было. Они повесил Конституцию на сцену, и сказал, вот Конституция Украины, пожалуйста, вы живете на территории Украины, и она заботится о вас. Да, беда случилась. И благодаря, может, и вашим желаниям, Путин, приди и помоги. Пришел, помог. И куда он ступит, везде такая помощь будет. Вот. А мы живем в свободной стране, и я уже никогда, мои колени, ни под каким поработителем не склонятся. Вы знаете, что добровольное движение, движение добровольцев, это, кстати, начало было положено именно в Америке. Волонтиры, как мы говорим. Да. столь ярко выраженного этого девства, как это происходит в Америке, нет нигде. На первом месте Америка. Так вот, настолько мы впечатлены, как поднялось движение добровольцев в Украине. Чудо. настолько жертвуют украинцы, и бабушки, и дедушки, и своих 50-ти кровных этих долларов. Очень низкая зарплата. Но отдают, добровольно отдают, никто их не принуждает. Вот, как вы думаете, чем это вызвано? То есть, любовью? Вы знаете, это трудно объяснить, во-первых. Я вот, я среди них. Я в штабе МЧС именно как волонтер, как благотворитель, что мы расселяли, кормили. Люди приходили, приносили лучшие вещи, еду хорошую. И я говорю, ну, хоть как вас зовут? Да. Да нет, это не надо. Вы знаете, я готов был стоять и плакать. Я смотрел на наша нация. Это одесситы, или украинцы, я и на западной Украине, и в Киеве, везде это было. Но я в восторге был. Я не ожидал, что наши люди такие хорошие. Я знал, что они хорошие, но не настолько. Люди отдавали квартиры, бесплатно, полностью меблированные. Живите, не платите ничего. Переселенцы, беженцы мы называли. Потому что люди, ну, все разбомбило там, или убежали из Думы. Ни в чем. В шортах, в сандалиях каких-то, без документов, без памперсов для ребенка. И нам пришло все. От памперсов, все, все абсолютно. Вот церковь принимали автобусами. Душ, вот одежда, выбирайте одежду, вот эти продукты, кормим вас. И распределяли, кого в Маяке, кого в Сергеевку, ну, там разные. Отвозили автобусами. Но я в восторге от нашей, рыбаки каждый четверг, 100 килограмм рыбы, Днестровские рыбаки. Каждый четверг. И хорошая рыба. Хорошая свежая рыба. Мы жарили, варили уха, солили. Ну, мне это нравится. Я посмотрел, у нас есть нация, у нас есть чувство взаимопомощи. Если вот так мы будем друг к другу относиться и дальше, мы не победим, Майнация. Никто не победит. Друзья, мы с Петром Владимировичем Сердниченко. Это епископ церквей в пробуждении. Также президент фонда Добрый Самарянин и в Одессе, в Украине. И Петро Владимирович, говорят, Восток, дело тонкое. то, что ваш ближний сосед вступил на сирийскую территорию. Для меня лично это было знамением того, что все складывается уже к тому, потому что соседа еще до этого момента его не было на Ближнем Востоке. То есть и то, что Армагедонская долина недалеко от сирийской территории, так сказать, мы видим и знаем и дух Писания и буква Писания говорит, куда ветер дует. Мы понимаем это как христиане. Ваше наблюдение на этот счет. Мы говорим, что сосмоковницы возьмите пример или подобие или ориентируйтесь. Мировые часы не на Украине. Хоть я люблю Украину, но это не центр земли. А все-таки центр земли это Иерусалим, это Израиль. Это часы, это смоковница, это лакмусовая бумага. И все зло под преимуществом дьявола, я говорю образно, духовный лидер, там дьявол. Дьявол всегда ненавидел Израиль. И все те, которые злодеи, они соберутся и окружат Израиль. Это будет Иран. К сожалению. И все складывается к этому. Абсолютно. Вы посмотрите расстановку сил. Ливия. Кто мог подумать, что таким образом вот этот, как мы говорим, не кроссворд, а пазл, пазл по-английски, Иран, Сирия, потом восточный сосед, там же и Хазбула, там же все остальное. И они окружат Иерусалим. Они уже окружили Израиль. Уже Иран заявляет, что он уничтожит Израиль. Ну, заявлял и раньше, но к 20-м году. Сейчас, нет, мы пересмотрели гораздо раньше будет. Там уже добровольцы есть из Эфиопии. Ну, так как в Писании, пожалуйста. Вся ситуация, расклад такой, что время последнее. Тот, кто чуть-чуть изучает Библию, он поймет, что время просто последнее. Все зло, оно отмобилизуется и восстанет против Израиля. Там вот они ненавидят Израиля, они ненавидят Лютой ненавистью. Лютой ненавистью. Восемь человек на днях было убито. Израильтян. Так. В отместку израильтяне уничтожили этих боевиков и террористов 31 человек. Так антифада очередная, уже, так сказать, уже на слуху и уже наяву. Все. Ситуация такая, что мы можем сказать, что да, Господи, теперь осталось нам очень внимательно посмотреть на себя. Готовлю я к тому времени. Говорят, когда увидите все сбывающееся, то что, то что внешние какие-то действия, то восклоните головы ваши. То есть, сами приведите себя в порядок ожидания встречи с Господом. потому что времени уже абсолютно нет. Расклад такой, как вы говорите, пазлы там сложились, что посмотрите, Иерусалим, Израиль окружен. И окружен теми, которые готовы ценой собственной жизни уничтожить Израиль. И к стыду нашему, наш действующий президент прямо или косвенно, может не прямо, но косвенно пособствовал тому, чтобы сняли с Ирана все, что связано было с эмбарго, и руки практически развязаны, а с развязанными руками развязали им 200 миллиардов долларов, замороженных американскими и европейскими банками. 200 миллиардов. То есть, и большие опасения, это все говорят, что эти 200 миллиардов, они не будут используемы для того, чтобы накормить иранский народ, но именно для того, чтобы использовать это на вооружение и созидание этой атомной бомбы против Израиля. Ну, знаете, Писание должно исполниться, в любом случае. Мы говорим, что по причине умножения беззакония во многих лаяет любовь. Мы говорим, нет, мы не допустим, чтобы охладела любовь. Мы можем говорить, что по совершенному незаложению силы народа моего, все это случится, так мы не дадим и оно случится. И мы должны знать, что это случится. Да, я сам по себе не должен соглашаться, я должен бороться, но ситуация складывается так, что понимая или не понимая, сознательно или подсознательно, но и президент Америки что-то будет делать, никто не помешает Божьему плану. Божьему плану, абсолютно. Я не говорю, что это будет сознательно, может быть, так, думал хорошо, получилось, как всегда, но получится так, что обязательно все эти войска вокруг Израиля объединятся. И должно случиться то, что они пройдут по прекраснейшей земель, и мы должны готовиться к тому, что Армагеддон не за горами. Долина Мегида встретит там тех людей, которые придут с оружием. Вы понимаете, что Армагеддон все-таки будет иметь место после тысячелетнего царства или до? До, конечно. До. Есть некоторые толкования, что все-таки тысячелетнее царство, а потом Армагеддон будет. Ну, от года до... Мы говорим от Гога до Магога. Да. То уже будет то время, когда он соберет уже на последнюю брань, и тогда уже будет суд великого белого престола. Возвращаемся к Украине. Видите ли вы всплеск новообращенных вот во свете происходящего в Украине, что люди массово пошли в церковь? Нет. 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 Я вам даже так скажу, что народ или устал, или подрастерялся, но сказать, что, допустим, в какой-то конфессии православные или греко-католики, римокатолики или какие-то другие массово нет. И евангельские, которые я представляю в данном случае, тоже нет. Хотя у нас есть рост. В других церквях, я смотрю на статистику, к сожалению, есть даже отрицательный показатель, что уменьшается даже в некоторых местах. Наша церковь, вот в Одессе, народная церковь, она увеличивается, потому что мы вот совсем недавно делали праздник жатвы на Дерибасской, нам разрешили первый раз на Дерибасской мы благодарили Бога за урожай, который рекордный на Украине, кстати. Рекорд. Такого еще не было. Урожай всего или пшеницы? Пшеницы и всего. Ну, особенно пшеницы, зерновые. Вот. И рекордный урожай. Мы делаем, вот сейчас на Рождество нам разрешили прямо на Дерибасской, в горсаду, делать ярмарку рождественскую, петь христианские гимны, калятки. Этого раньше не было. Этого раньше не было, да. Вот свобода пришла на Украину. Поэтому я верю, что, коль так, Украина отреагировала на Слово Божие, Бог благословит Украину. Он защитит от всех этих полчищ, всех этих негодных людей, провокаторов, обманщиков и так далее, диверсантов. Я уверен, что так будет. Но люди устали. Давайте так. Говорить очень откровенно. Люди устали слышать там взорвали, там война, там захватили, там оттяпали, там Крым, Донбасс, вот интервенция, какая-то что-то где-то происходит. Люди просто устали, они хотят жить. И, может быть, это придавило их так, что работа дома и нет такой активности. Я думаю, так. Видите ли вы консолидацию служителей различного направления? есть или это выдаем желаемое за действительность? Я вижу, как мне, конечно, это субъективно, сугубо, но есть отрицательное объединение и положительное. Отрицательное объединение. Экомунический вот этот союз, что Папа Римский, там он влияет уже, там уже в ООН выступал, он там то, то, и гомосексуалисты, это уже не так. Это дело выбора каждого человека, дело его, то есть, дело идет к тому, что будет одна Вселенская Церковь, один Вселенский правитель, Антихрист, одна система кодов, число 666, вот, и вот это негатив, что там мужеложники, околохристианские, я бы сказал, служители, потому что это не христианство, они объединятся, они найдут общий язык и скажут и политические партии, мир и безопасность, но к этому придет обязательно, но есть положительно, положительно то, что в принципе мы встречаемся в аптистские пастыри, католические пастыри, на Украине киевского патриархата, униаты, униаты, да, не в последнюю очередь, у нас просто нормальный разговор, нет натянутости, нет какой-то такой вот колкости, знаете, чувства отражать агрессию какой-то, такого нет, с нормальными, вот, я сказал, богобоязнными служителями, которые есть во всех конфессиях, я уверен, то мы нормально разговариваем, общаемся, приятно встречаться, нормальные отношения. я, знаете, я впечатлен был, несколько лет назад я был в Одессе, по-моему, вы тогда здесь были, в Америке, и я посещал вашу церковь, как раз, чем впечатлен, это был летний период, летний сезон, обычно в летний сезон, пастыри говорят, что особенно там, где зона, зона, все замирает, зал был полный, зал был полный, и я даже поставил это в честь вашему сыну Денису, ты знаешь, я впечатлен тем, что, казалось бы, утрешний, солнечный день, все должны быть на пляже, но люди пришли в церковь. Ну, давайте так, народная церковь, это, ну, не то, что я, когда-то открывал ее, нет, нет, что-то моя любовь, мое сердце, нет, но это церковь, труженики, это церковь, которая, там школа общеобразовательная, больше 50 человек, сотрудников, рабочих, они выходят на работу, воспитатели, педагоги, на канцелярии, бухгалтерии и так далее, то там жизнь, она не заканчивается просто вот так, там колокол, 9 часов вечера, колокол, пожалуйста, освободите, пожалуйста, освободите помещение, потому что люди не хотят освобождать помещение, люди там, и молодежь, дети, там, Ройл Рейнджеры, благотворители, кто-то приходит за гуманитарной помощью, кто-то приносит гуманитарную помощь, кто-то грузит, сейчас отвозят в интернат, мы все детские дома, интернаты, Одесской области помогаем каждую неделю, машина с командой, с грузом выезжает каждую неделю по интернатам, на праздники мы находим спонсоров, чтобы интернат, детей привозить в Одессу, допустим, на ярмарку, на пасхальные мероприятия, на праздник жатвы, на день защиты детей, им готовят подарки, экскурсии, это планируется, это масса работы, получить гуманитарную помощь, я очень благодарен, там, брату Славе Кирик, там, Рочестер, штаб Нью-Йорк, украинская спилка, там, пани Тамара, они присылают, вот сейчас две, два амбуланса идут, мы дадим больницы, дадим тем, которые бойцам, настоящие на ходу, которые на колесах, на ходу оборудованы, все, бесплатно мы получаем, бесплатно отдаем, и какие-то вещи, вот они купили две коровы, или там еще купили коровы, оплачиваются, по ремонту, но, когда эти вещи приходят, мы же, как их раздавать, нужно рассортировать, нужно упаковать, нужно, если это детский, допустим, в интернат, то нужно детские вещи в интернат, если это дом пожилых людей, нужно такие-то вещи, если это зону АТО мы завозим, нужно такие вещи теплые, или там какие-то, которые для АТО, это масса людей, только выгрузи контейнеры, а мы получили, ну, около десятка контейнеров, 40-футовые, это выгрузить только, это нужно человек 30-40, чтобы все это разгрузить, коляски, костыли, ну, всякие так приспособления для инвалидов, медицинский контейнер пришел, это сугубо для госпиталя, пограничных войск, мы передали, они передали часть, детский дом, детскую больницу, это, это огромная работа, это каждый день люди работают. Почему вы избрали именно такую модель церкви, а не церковь от воскресения к воскресению? Нет, наш девиз такой, что служение не тогда начинается, когда мы переступаем порог дома, заходя в него, когда мы выходим из него, и Бог создал нас на добрые дела, и церковь, если добрых дел не делает, а так внутри себя и кресла оборудовали, и удобство, туалеты, тут там, фан такой себе, это просто не церковь, это религиозный клуб по интересам. Но вы видите, что у нас другой альтернативы, к нашему сожалению, в Америке, другой альтернативы, ну, практически нет, за исключением энтузиастов, пастырей, служителей, и членов церкви, которые вот что-то делают, где-то в Украине, где-то там, то есть суетятся, им не сидится на месте. Брат Майор, знаешь, я боюсь сказать, но мне бы хотелось, чтобы в Писании было написано, энтузиазм наследует царство. Ну, видите, да, да, да. Ну, так не написано. Но весь дух Евангелия, идите, проповедуйте, идите, это движение, вера, это глаголы, это не причастие, это не характеристика, какое, какая, какое, а что делать, как делать, куда двигаться, что не стиль. Это стиль жизни. Это движение, это обязательно. Вера – это движение. А если вера – только разговоры, это не движение. В чем успех церкви современной? Ну, конечно, это большая тема, Юрий, я не такой гениальный, чтобы коротко ответить, но, я вам скажу, характеристика церкви в последнее время – это сила Духа Святого и водительство Духа Святого. Все остальное – имитация. Имитация конференций, семинары, стратегия, все вот эти вот движения, даже внутренние, то хор, то прославление, то все такое. Богу надо такие работники, которые будут выполнять его команду. Не то, что вот я вышел, и я себе ищу работу. Ну, вот пришли твои работники, у вас есть работники, хорошие люди, кстати. Ну, представьте себе, вот ты руководитель, и они делают, что они хотят. Они знают, что делать, да? Один красит стену, другой какую-то проводку проводит. Ну, что, ребята? Нет, у нас такого не бывает. не бывает. А в церкви бывает, что каждый делает то, что он хочет, и ни в коем случае там не нужно его напрягать. Да, А Богу нужны рабы, которые ему сказали, хорошо, добрый и какой верный раб. Тот раб, который выполняет волю Господина своего. Вот он. Вот это, а это может только через водительство Духа Святого. Вот вы отметили первое и второе. Это присутствие Духа Святого. Вы отметили это успех и водительство Духа Святого. Если нет ни первого, ни второго. Это трагедия, да, я понимаю. Что значит? Покаяние. Только покаяние. Перемена менок. Мнение и действие согласно переменам мнения. Покаяние, это не только изменить мнение. Это изменить стиль, это изменить жизнь, это изменить привычки, это изменить. То, ну, почему я сказал сила? Потому что церковь находится в состоянии войны с дьяволом. И не дай нам, Бог, выйти из этой войны. Не дай Бог нам перемирие заключить с дьяволом. Не дай Бог. Вот. На Украине мы ждем какого-то перемирия, но это другое совсем. А вот перемирие с дьяволом – это предательство Бога. А для войны, Христос сказал, нужно две вещи. Да, война, то есть... Совет и сила, да. Без силы ничего не будет. Совет, Слово Божие, и сила выполнить приказ. Это водительство Божие. Куда приложить мои силы? Что делать? Когда мы переселенцев принимали, чтобы знали, за три месяца до этого мы приехали с одним человеком, он сейчас комендантом. У нас не было ничего денег. Пансионат наш был не готов к зиме, там не было отопления, не было крыши такой, была плоская летняя крыша. Не было утепления стен, мы утеплили по всему периметру. Электристов было плачевное состояние, водоснабжение. Я сказал ему, Бог говорит для меня, приготовиться к приему беженцев. Минимум 100 человек. Мы принимали 250. Потому что уже спали кто где. У нас двухэтажное здание 2000 квадратных метров. Я говорю, минимум 100 человек. Он говорит, а деньги? Я говорю, Бог в своей проекте всегда оплачивает. Но я четко знаю, что мы должны принять беженцев. Прошло время. Откуда вы знали? Я говорю, абсолютно. На сегодняшний день мы вложили туда, вот за вот эти больше года, где-то 7,5 миллионов гривен. Не имея в стартовом таком положении ничего, ни копейки, я бы так сказал, на этот проект. Но Бог свои проекты оплачивает. Он дает команду. Я его должен поверить, еще не видя ничего, ни беженцев, ни ситуации. Я должен поверить, что это нужно. И он дает тогда силы мне осуществить и дает свое содействие. Это то, что Авраам не знал, куда идет. Он не знал даже, куда. Это правда. Вот сегодня церковь по все время, которая будет успешна, как Даниил написано, что мудрые, они поймут ситуацию. Но мудрые это те, которые ходят в Святом Завете и начнут действовать. Они будут иметь усиливать. И усилятся. Усилятся и будут действовать. У нас других путей нет. Абсолютно. И не ищем даже. Слава Богу. Но это трудный путь. Это трудный. Приятный. Но в конце великая награда. Абсолютно. Мы знаем, для чего это мы делаем. Апостол Павел говорит, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Так. И это нормально. Абсолютно. Другое дело, когда мы бьем воздух, топчемся на месте. Не знаю, чего это. И суетимся. Суета, суета, счета. Друзья, это было прекрасное время. У нас в эфире был епископ церквей Пробуждения, а также президент фонда. Добрый самароним. Добрый самароним. Добрый самароним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова